Александр Григорьевич, сильно изменилась Белоруссия за годы вашего правления. За что белорусы голосуют за вас? Совершенно другая страна. Можно завод построить, можно произвести любую продукцию. А там, где ты зависим от погоды, сельское хозяйство – тяжелейший случай. Поэтому вот летишь и радуешься. Нет этой разбросанности. Вовремя убрано, вовремя собрано, перепахано, посеяно в сроки. Ну, это наша жизнь. У нас нефти, газа нет. Поэтому это один из основных таких источников. Пойдите на предприятие. Вы вот в Минск заехали, чисто, говорите аккуратно. У нас на каждом предприятии так. То есть страна вылизана, извините за нескромность. Она не просто изменилась, это совсем другая страна. Я ее привел в порядок. И это одна из причин, почему я с автоматом, не только потому, что я готов ее защищать всячески. У меня ведь кроме вот этого ничего нет. Понимаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет, поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, дети не очень воспринимают. Слушайте, я говорю, дети, ну не сегодня, завтра. Кто знает, когда я уйду к нему, когда он меня позовет, когда они меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, ну может быть, но я им не позволю. Вот то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями, я им не позволю это разрушить. Вот чем я живу, и как изменилась эта страна. А обидно чисто по-человечески, что есть люди, которые не помнят всего возраста, а те, которые помнят, не ценят, как было и как стало. Для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки. Потому что я философски на это смотрю. Когда-то он меня туда позовет. Но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали. И вот этих подавляющее большинство, но, как Маргарита сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то и надоел. Но они меня поддержали. Этим я и сейчас живу. Александр Григорьевич, вот вопрос, который наверняка вам многократно задавали, но вот после всех этих событий в Белоруссии, вот что для вас самое главное в жизни? Теперь. Теперь. Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации, да и вы, наверное, знаете, если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система. И следом покатилась бы Беларусь. Я думаю, что далеко бы катилась. Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. И вот эти ребята, ОМОНовцы и прочее, прочее, те, кто со мной рядом, понимаете, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать, потому что вы видите, кто на улице. Не это детвора. Это меня держит. Я обязан перед этими людьми. Я обязан перед спокойными пенсионерами, ветеранами. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин